Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередная программа разговора о медицине. Ее ведущий доктор Смирнов. Сегодня мы поговорим о репродуктивном здоровье мужчины. У нас в студии заведующий урологическим отделением Центра специализированных видов медицинской помощи Шмырин Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич! Здравствуйте! Александр Геннадьевич, тема очень актуальная, очень интересная. Мы постараемся сегодня действительно ответить на вопросы, какие факторы влияют на репродуктивное здоровье мужчины, что является залогом здоровья мужчины, именно мужского здоровья. Вообще, если взять мужское здоровье и женское счастье, это как две половины одного целого, правильно? И говорят так, что мужчина, он должен в своей жизни посадить дерево, вырастить сына, родить сына и построить дом. И вот залог именно здорового мужчины, это здоровое поколение, правильно? То есть, как правило. Вот давайте об этом поговорим. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего к вам приходят? Ну, на сегодняшний день, в общем-то, мы знаем, что год семьи в этом году был признан и президентом объявлен. И, в общем-то, процессы проблемы репродукции, проблемы демографии, они сейчас стоят на первом месте, актуальны очень, да, очень много делается для сохранения материнства. И, в общем-то, в этом контексте, да, обрастили внимание на мужчин. Ну, в коем веке, да, который уже давно пора сделать, в общем-то. И обращаемость, конечно, заболеваемость мужчин очень высока. Сегодня, в основном, у нас, как стационар, обращаются люди, которые, в общем-то, запущены, патологии. Это, в основном, инфекционные, бактериальные, воспалительные заболевания. Это хронические простатиты в стадии обострения или острые простатиты, вот, уротериты, циститы. Это все обращаются к нам. Воспалительные заболевания органов мошонки, орхоэпидемиты. Да, это, ну, те процессы, которые приобретенные или наличие хронических заболеваний обострения вызывают. То есть, бывают, приходят пациенты с нарушением эректильной дисфункции, с нарушением половой функции. Вот, но в основном, это основная проблема, это, конечно, воспалительные заболевания, нарушение мочеиспускания, вот, при аденоме предстательной железе, при раке предстательной железы. То есть, вот, такой контингент у нас. Вы сказали о запущенном. Вот тогда причина этой запущенной, на самом деле, что какой-то страх у людей, что ли, обращение к урологу, или вот не обращать внимания на какие-то симптомы. И, кстати, вот сразу забегая вперед, скажи просто, на какие симптомы нужно обратить внимание, чтобы действительно было пойти к врачу? Ну, действительно, и страх присутствует здесь, и, в общем-то, но на сегодняшний день, да, я считаю, что если с девушками мамы разговаривают постоянно про это, да, идет общение какое-то, мамы наставляют девочек на своем опыте, там, подчеркнутые информацию из интернета, из книжек, да, то, фактически, с мужским населением этих бесед не проводят. К сожалению. Да, потому что воспитанием все равно хоть девочек, хоть мальчиков занимается мама. Ну, дом, и это, конечно, где-то... Да, и в основном, то есть, мама иной раз не знает физиологию мальчика, как бы, и она не может, естественно, объяснить ему, что вот надо делать так, а не иначе, понимаете? И когда процессы вот эти вот продолжаются, это все из детства идут процессы, то есть, и когда это все проявляется уже во взрослом возрасте, да, то, конечно, не все смогут вовремя отреагировать из мужчин, да, и обратиться вовремя к врачам. Максим Григорьевич, ну, вот проблема урологической такой профиле, да, все-таки вот, если это не связано с наследственностью, иногда, ну, бывает, что и наследственность, да, и генетическая предрасположенность, да, может быть, даже не к самим заболеваниям, но к их развитию, да, вот, бывает такое, да, вот, а если это с этим не связано, то бывают ли какие-то проблемы с детства, которые потом переходят уже во взрослые, как бы, да, во взрослые ситуации такие, да, и дают все-таки какой-то прогресс каким-то заболеваниям урологического профиля? Ну, в принципе, есть такое выражение, что большое дерево начинается с маленького ростка, то есть, да, такое вот, вот, и, в принципе, все проблемы, многие проблемы, репродуктивная сфера, да, лежат именно в детстве, то есть, экологические факторы, которые влияют, которые мы не можем повлиять на них, допустим, есть генетические, которые, это генетические, они опосредованно, как бы, они тоже зависят от мужчины или женщины, да, и есть приобретенные, которые, в общем-то, по ходу развития в детстве, они начинают появляться, да, где-то мама не досмотрела, где-то появилось покраснение, допустим, мошонки, там где-то опрелости появились, где-то выделения из мучей спускательного канала появились, вовремя не обнаруженное, и вовремя не пролеченное, оно дает о себе знать в дальнейшем, да, особенно, вот, есть период подростковый такой, когда, во-первых, гормональный всплеск, всплеск, у мальчика в 12-14 лет, да, то есть у них начинается такой социальный взрыв, то есть они, как бы, отрицают все, что им говорят, то есть не всегда они знакомы с гигиеной, с личной, допустим, сколько раз надо подмываться, там еще другие проблемы, да, и здесь манифестация происходит проблем, которые начались в детстве, вот, и появление хронических инфекций, то есть и проявление сахарного диабета, как, который тоже влияет на репродуктивную функцию, вот. Александр Иванович, ну, вот еще такой вопрос о репродуктивной здоровье мужчины, да, и вот оно все-таки, вот, ну, вы уже сказали, часть факторов, да, это вот сказали, что это, значит, экологические, экологические питание, наверное, тоже влияет, да, конечно, конечно, двигательная активность тоже влияет, что еще, вредные привычки? Обязательно, то есть вообще на репродуктивное здоровье, да, на именно физическую часть репродуктивного здоровья, то есть вообще, в принципе, в 94-м году в Каире было определено три вектора, на какие обратить внимание по поводу репродуктивного здоровья. Это физическое здоровье, психоэмоциональное здоровье, да, и социальное. Ну, то есть, в принципе, все, что составляет здоровье в целом. Здоровье в целом, да, оно относится к репродуктивному здоровью. И как бы в той или иной мере оно действует. То есть мы коснулись окружающей среды, да, мы не можем повлиять на нее, да, мы коснулись психоэмоционального состояния, да, то есть мы можем повлиять, но стрессовая ситуация, она не улучшает репродуктивное здоровье, да, то есть это работа, это постоянное наличие стрессовых ситуаций в жизни, то есть оно как бы влияет также на репродукцию, влияет негативно на репродуктивное здоровье, и факторы физического здоровья, те, которые от нас зависят. То есть это табакокурение, это прием алкоголя, это сейчас популярны очень вейпы, наркотические, курительные смеси, да, это малоподвижный образ жизни, это питание фастфудом, вот, который вызывает ожирение, да, это низкая активность, это малоподвижный образ жизни, связанный, допустим, с работой в офисе, это работа с компьютером, то есть особенно когда ноутбуки держат на коленях, да, то есть перегревом органов мошонки, то есть это тоже все влияет на сперматогенез, то есть в какой-то степени изменяя его, и, соответственно, негативно влияет на репродукцию. Александр Геннадьевич, ну, раньше, это не секрет, что такое бытовое мнение, что только женщина виновата, если там, например, нет детей, предположим, да, там бесплодие женское, искали причины всегда, да, в основном это искали в женских организмах, как говорится, да, что было такое. Сейчас пересмотрели полностью практически, да, повернули на 360 градусов все это, да, вот, что все-таки мужчины тоже, да, 50 на 50, наверное, все-таки, да, и вот мужское бесплодие, скажите, пожалуйста, вот его причины тоже, да, мы уже сказали, какие-то методы исследования мужского бесплодия, может быть, методы лечения даже, и если есть такие методы лечения, что у нас применяется в регионе именно? Ну, сейчас немножко цифры другие, то есть если раньше говорили о 10% мужского бесплодия, да, то сейчас в браке считается, что, ну, это даже не последние данные, считается, что 45% бесплодия – это женское, 40% – это мужское, да, и 15% – это такое совместное бесплодие, да, то на сегодняшний день уже сейчас начали говорить о 62% мужского бесплодия, то есть оно постепенно растет, вот, и причин, конечно, да, печально, это очень печально, то есть на сегодняшний день, как бы вот это количество бесплодных браков, да, то есть увеличивается, и если раньше была такая черта, 15% бесплодных браков – это уже как бы совсем плохо, это социальная проблема, да, то сегодня говорится о 16-17% этих бесплодных браков, и зачастую виновата в этом мужчина. Ну, методы исследования, методы исследования, установки мужского бесплодия, в общем-то, они довольно-таки простые, то есть в первую очередь это сдается спермограмма, то есть если есть изменения в спермограмме, тогда углубляется уже процесс обследования, то есть смотрятся причины, какие, гормональные причины, там, наличие инфекций, заболеваний, передающихся преимуществом половым путем, допустим, наличие хронического простатита, наличие варикоцелли, то есть это все то, что может повлиять на репродукцию. Вот, и, соответственно, если это, допустим, те заболевания, которые подлежат медикаментозному лечению, да, как хронические простатиты, допустим, то есть заболевания, которые, в общем-то, они тоже с детства идут, да, то есть неопущение яичек, допустим, криптоархизм, которые оперируются и уже в более взрослом возрасте производят операцию. Это варикоцелли, которые, как первый этап борьбы с бесплодием, тоже делают операцию. Вот, это у нас в области делается все, есть обструктивные формы бесплодия, когда после воспалительных заболеваний органов мошонки, да, то есть сперма, сперматозоиды не попадают, допустим, в женщину. И поэтому здесь, как бы, вот эти вот методы, они не сложны, но требуют, как бы, в некоторых случаях даже оперативной коррекции. Ну, то есть у нас, получается, в регионе все это делается, да? Да. Абсолютно все это доступно? Да, абсолютно доступно. То есть обращение к урологу, подойти на прием, записаться, сдать определенные анализы, и, в общем-то, проблема зачастую может быть решена. Наверное, с врача общей практики, да, или с терапевта, да, то есть потом в целом это все разберутся. Ну, дело в том, в чем, что, наверное, с терапевта-то это не всегда так есть, потому что, в основном, это женщина, да, терапевты, да, и они, как бы, не заглядывают мужчину в штаны для определения, у него нормально там все или нет. Вот. А вот поход к урологу, ну, уролога, он, как бы, в общей практике. Да, то есть, как бы, у него сфера интереса более широкая, чем урандрологическая такого. А вот уролог-андролог, как более целенаправленный, да, к нему надо обязательно ходить. Ну, я имел в виду, Александр Геевич, даже вот если придет, предположим, жалобам каким-то на вот какие-то такие функции урологии, ну, жалобы урологического профиля, как-то, какого-то, даже если он расскажет, театр, в принципе, может перенаправить к урологу, записать культурные записи, ожиданий практически нету, да, то есть, спокойно, чем придет в назначенное время, в назначенный день. И уже уролог будет решать вопрос дальнейшее обследование. Да, ну, какой-то обследовать даже терапевт может сделать, да, ну, уролог уже более, так это, да, более углубленно сделать. Тогда давайте немножко коснемся все-таки вот вашего тоже профиля, да, метода лечения. Ну, основные методы лечения, допустим, при криптархизме, то есть, во-первых, надо выявить его, есть он или нет, причина, и где он находится. То есть, если, допустим, он находится в паховом канале, делают низведение в мошонку, как бы, и в дальнейшем уже наблюдают этого пациента. Если он глубоко, находится яичко глубоко в брюшной полости, да, то обычно заканчивается удалением этого яичка. Почему? Потому что вот низведенные, особенно в возрасте 20-30 лет, допустим, когда это диагностируется, да, то большая вероятность перерождения в рак яичка, то есть, и это очень злокачественное заболевание, которое с ранним метастазированием, допустим. Если вопросы по варикоцели, то, в принципе, проблемы, они очень сложные, как бы, в том плане, что на сегодняшний день есть, и раньше, если бы была операция только Ивани Сеевича, когда перевязку делали на уровне крыла подвздошной кости, да, делали перевязку вен, яичковую вену, то сегодня есть косметические операции, по типу операции Мармара, то есть, когда делается из маленького разреза, два-три сантиметра делается варикоцели, в дальнейшем это репродукция, как бы, она восстанавливается, поскольку сперматозоиды, они где-то обновляются раз в три месяца, то есть, их созревание идет в течение трех месяцев. Ну, сама онкологическая проблема, да, она существует, вот недавно прошел онкопатруль, который направлен именно на выявление ранних, раннее выявление онкологических заболеваний, в частности, рака, предстательные железы, да, но в основном, как бы, мужчины обращаются, это возрастные мужчины, которые обращаются с нарушением мочеиспускания, то есть, обращаются они к урологу, что ночью начинают часто вставать, то есть, есть затрудненность мочеиспускания, вот, и дальнейшее исследование, дальнейшее обследование, то есть, УЗИ делают, там берется просто специфический антиген, который подтверждает или ставит вопрос в доброкачественности, потому что рак, предстательные железы, он не имеет специфики, он не имеет каких-то специфических симптоматики. И так же скрыто может протекать? Да, он может скрыто протекать, и, в общем-то, у нас в результате появляются поздние формы с метастазированием, уже когда хирургического лечения, они уже не подлежат. Да, и вот именно направленный вот этот тонкопатруль, который прошел, да, он именно направлен на то, что акцентировать внимание не только у урологов, но и акцентировать других врачей других специальностей. То есть, одно единственное обследование – это морфологическое. То есть, на сегодняшний день 97% рака предстательной железы устанавливается именно морфологически. То есть, если есть очаги, то делается биопсия предстательной железной в зонах именно тех узлов, да, и уже подтверждается или отрицается. Опять же, Александр Иванович, вот диспансеризация, да, мы уже, как говорится, много из программ об этом говорим, да, вот тоже там одно из исследований есть на ПСА тоже, да, тоже показатель общий райис крови тоже иногда нам дает какой-то такой колокольчик, да, иногда там, ну, сои даже там лихтост может. Ну, сои в основном, да. Общий смочи тоже может показать. Может, правильно. И во время заполнения анкеты, опять же, при диспансеризации тоже какие-то наличие жалоб уже можно... Нет, ну, это, конечно, все акцентирует, допустим, да, если человек находится в онкологической теме, да, то есть он обратит на это внимание, допустим, там, онко-настороженность, она по-любому будет, вот, и лучше в данной ситуации лучше более глубокое назначить обследование, чем, допустим, не обратить на это внимание. То есть есть изменения в анализах мочи, допустим, там есть при УЗИ остаточная моча, есть... То есть мы продолжаем обследование, то есть чтобы поставить диагноз или снять. То есть снять рак предстательной железы диагноз, да. Если это аденома, то и требует оперативного лечения, то значит направить на оперативное лечение. Вы же говорили о том, что в первой, второй стадии, да, практически излечение идет, да, практически 100%, поэтому действительно тут надо в своевременном обращении, а в своевременном профилактические вот эти вот мероприятия, они дают эффект. С раком предстательной железы сегодня обстоят более-менее дела именно по лечению, как бы довольно-таки неплохо. То есть на сегодняшний день делают или апароскопические простатоктомии, то есть убирают предстательную железу, да, и у нас в области как бы есть протонный центр, который сейчас зерна вставляют, скажем так, в предстательную железу, да, вот, ну и опять же есть и лучевая терапия, то есть как бы ну на начальных стадиях это довольно-таки излечимое, на поздних стадиях, конечно, это... Александр Ильич, должна ли быть подготовка к отцовству у мужчины и по вашему мнению как специалиста с какого возраста это нужно делать? Ну, вообще считается самый благоприятный момент для отцовства, да, это 30 и чуть-чуть больше, вот, скажем так. Ну да, то есть в общем-то мужчина как бы считается, что фертильность мужчины начинается от 18 и выше. Ну, давайте скажем так, от 18 и не заканчивается. Не заканчивается. Самое интересное, что подтвержденное отцовство, самое такое, наверное, возрастное, да, у австралийца 92 года. Это подтвержденное отцовство, официальное, то есть как бы возраст 30-40 лет, да, он как бы принят оптимальным возрастом для отцовства. Почему? Потому что мы, как говорили уже, что есть психологический вектор, вектор, да, то есть у нас уже формируется психика у мужчин, что уже пора стать отцом, и они готовы к этому. Если 18-19 нет, то уже в 30 лет мужчина готов к отцовству, да, вот, и стабилизируется гормональный фон, то есть как бы где-то к 30 годам уже нет гормональных вот этих вспышек, то есть уже как бы стабилизируется гормональный фон, и для зачатия от репродукции, да, это самый оптимальный возраст, то есть как бы спермограмма, она максимально хорошая, да, если начинается выше, свыше 40 лет, да, то проявляются хронические заболевания, ожирение, там, допустим, увеличение фастфудом, да, допустим, тучные клетки, жировые клетки, они очень гормонально активны, то есть и тестерон снижает, вот, то есть и здесь появляется спермограмма и малоактивная, и патологические формы, то есть и зачатие, допустим, ну, неполноценными сперматозоидами, допустим, да, беременность не всегда можно выносить, то есть будет бесплодие, и подготовиться здесь, конечно, в первую очередь это надо бросить, курить и прием алкоголя, вот, прекратить, ну, я уже говорил, что три месяца где-то сперматозоид созревает, то есть как минимум в этот период времени, вот, поскольку курение, допустим, оно замедляет активность сперматозоидов и не всегда происходит оплодотворение, вот, а алкоголь уделяются альдегиды при разложении алкоголя, которые несут как бы дефект, мутации, дефект, хромосомный дефект проявляется, да, это первое, что надо сделать, да, второе, что надо сделать при подготовке к отсутствию, это сдать анализы, анализы на инфекции мочевых путей, на гормоны, да, сдать спермограмму и обратиться к врачу, обратиться к врачу, чтобы он мог сказать, требуется лечение или не требуется, есть бесплодие или нет, побольше питания, правильного питания, то есть, это не фастфуд, это нормальное питание, рациональное, с большим количеством зелени, то есть, это все только положительно будет, найти такой компромисс между работой и стрессом, между отдыхом и работой, то есть, как бы, чтобы и достаточно можно было отдыхать на природе лучше, чем, допустим, вот эти вот стрессы и постоянные ситуации, они, конечно, не улучшают здоровье. Александр Ильич, ну, еще такой вот тоже вопрос, у нас тоже поступали телезрители, вот такие вопросы, вот сейчас очень много идет рекламы о препараты, которые повышают потенцию, вот, стоит ли их применять без значения врача, насколько это безопасно, и вот на эту тему давайте поговорим тоже. Ну, здесь такой вопрос двоякий, почему, потому что, в общем-то, эти таблетки, да, применяют в основном люди, которым за 50, у которых есть гормон, если все хорошо, лучше не надо, да, а когда, когда есть плохо, да, то, нужно выяснять причину, почему, да, получается, тоже надо обратиться сначала к врачу, потому что это довольно-таки, с одной стороны, как бы, это таблетка, придуманная на применение по требованию, да, но с другой стороны, она может вызвать такие нарушения, которые, ну, вплоть до смертельного исхода, то есть, на сегодняшний день, допустим, зарегистрировано в случае смертельных исходов, допустим, бесконтрольного приема препаратов, допустим, ингибиторов, я не буду называть торговые названия, потому что это не совсем корректно, да, ингибиторов фосфодиэстераза пятого типа, то есть, как бы, и зарегистрировано нарушение мозгового коробращения, то есть, это довольно-таки серьезные таблетки, да, и после консультации у сексолога, у уролога, андролога, если нет сопутствующей патологии сердечной, то есть, если препараты не применяют, допустим, нитриты от сердечных заболеваний, да, ну, тогда можно эти препараты принимать, но есть препараты на сегодняшний день, как бы, не только ингибиторы фосфодиэстераза 5 типа, то есть препараты из системного действия, то есть, они сделаны на базе алкалоида и химби, ну, это препараты, они, как бы, более системно действуют, то есть, и, конечно, бесконтрольно, там, тоже это нежелательно, потому что, как бы, они в какой-то степени снижают артериальное давление, да, и, может, такие, артостатические коллапсы вызывают. Станин, ну, и уже так, по традиции, завершение нашей программы, какие пожелания, или как от врача-уролога, ну, только с таким уклоном на мужское здоровье, нашей мужской аудитории, ну, наверное, надо бросать курить, надо прекращать прием алкоголя, вот, надо активно себя вести по жизни, да, отдыхать, вот, и, наверное, мужское население ощутит на себе ту радость отцовства, которая будет после рождения ребенка. Спасибо большое, Александр Ильич, спасибо большое. Ну, что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился, я всем желаю здоровья, счастья, успехов, удачи, до новых встреч, ваш доктор Смирнов.